Здравствуйте! С вами канал Вкусный Огород Барнаул. Вторая половина ноября. И вот сейчас хочу сказать несколько слов о дайконе. Как раз небольшое количество дайконов, две штучки принес из погреба. Там сейчас хранится дайкон. Кратко напомню, что в этом сезоне выращивал дайкон Миясити. Это довольно старый проверенный сорт. Дайкончики выросли нормальные. Правда, вот один обломал. Уж очень крупный он вырос. Вот такое дайконище. Но страшного ничего нет. И вот сейчас прошло примерно полтора месяца со дня уборки дайкона. Дайкон убираю где-нибудь примерно в конце сентября, начале октября. И основную часть дайкона стараемся использовать в свежем виде. Он очень вкусен в салатах. И вот дайкон обычно в течение месяца с небольшим стараемся использовать. Дело в том, что он теряет качество после хранения. Но это на мой субъективный взгляд становится немного безвкусным. И как-то этого стараемся не допускать и используем раньше. Ну а самый простой способ приготовления дайкона это использование его в свежем виде в салатах. То есть дайкон режется кусочками или дольками, посыпается зеленью с маслицем. Получается очень вкусно. И вот сейчас принес дайкон и буду смотреть насколько потерял он или не потерял качество. Прошло полтора месяца и буду дайкон дегустировать. Ну по внешнему видно, что корнеплоды вполне нормальные. Никаких гнилий, никаких повреждений нет. Может быть чуть-чуть вот на кончике появились первые росточки. Вот они. Ну что тут можно сказать. Дайкон я не обрезал сильно, как делаю с некоторыми другими корнеплодами, морковкой например. Поэтому это вполне можно считать, что нормально. По внешнему виду корнеплоды выглядят хорошо. Ну после того, как сейчас они будут помыты, ну конечно весь дайкон использовать не получится. Тут довольно крупные корнеплоды. Но некоторое количество сегодня планируем его попробовать. Остатки будут положены в пакет и в холодильник. В холодильнике дайкон еще тоже полежит довольно долго. Главная цель определить до какого срока хранить дайкон без потери качества. Дело в том, что некоторые огородники писали мне, что дайкон хранится даже у них до нового года. И вроде бы вкусный. Я вот как-то раньше пробовал его долго хранить. И мне показалось, что вкус все-таки меняется не в лучшую сторону. И вот сейчас постараюсь этот вопрос прояснить. Сейчас прошло пока полтора месяца. После того, как дайкон помыт, выглядит он гораздо более симпатично. Вот такие симпатичные дайкончики. Лишний раз можно обратить внимание на то, что никаких повреждений нету. Даже дайкон, который сломался, и то никак не подгнил. И выглядит вполне нормально. Итак, режу и пробую. Резать придется обои дайкончики. Поскольку в холодильник они иначе не войдут. Ну, попробуем вот этот более мелкий дайкон. После того, как он разрезан, видно, что разрез выглядит вполне нормально. Ну, что можно сказать. Запах очень приятный специфический дайкона уже тоже распространился. И сейчас можно просто попробовать вот этот вот дайкончик. Вот такой кусочек отрезал и буду пробовать. Ну, а салатик потом уже приготовить проще простого. Возможно, покажу это отдельно, как делается. Да, дайкон попробовал. И, к сожалению, должен заметить, что я был прав. Во всяком случае, на мой взгляд. Дайкон, конечно, по-прежнему съедобен. И может быть, даже и вкус относительно неплохой. Но он уже далеко не такой, какой был сразу после того, как был выкопан и использован. Даже первое время он гораздо сочнее, вкуснее. Сейчас уже некоторая жесткость появляется в корнеплодах. И использовать его, конечно, можно. Но все-таки останусь при своем прежнем субъективном мнении, что дайкон лучше хранить, ну, в течение месяца. Вот полтора месяца, и он уже немного хуже по вкусу. Это, конечно, дело каждого огородника. Можно хранить, повторюсь, дайконы и дольше. Но я, видимо, буду по-прежнему ориентироваться на этот срок. Один месяц. Этот дайкон тоже, конечно, используем. Но все-таки в будущем один месяц это, наверное, предел. Надо стараться дайкон использовать в течение этого периода. Он максимально хорошего вкуса. Ну, а потом, к сожалению, вкус теряется. Уж не знаю, какой был бы вкус, если до Нового года ему долежать. Я, конечно, оставлять его не планирую. Вот так хранится дайкон. Повторюсь, оптимальный срок, на мой взгляд, субъективный, один месяц. Дальше хранить я не буду. В конце пожелаю всем огородникам, конечно, выращивать дайкон. Это замечательная культура, вырастает крупным, очень вкусный, сочный, не имеет терпкости, как редька. Очень полезный, очень хорошая культура дайкон. Но то, что хранится не очень долго, так это не беда. Желаю всем хороших урожаев, всего самого доброго. До свидания.